Здравствуйте, добрый вечер. В эфире радиостанция Финам-ФМ. Мы вещаем на частоте 99,6 в эфире программа «Револьвер». Сегодня вести программу, предложенную мне. Зовут меня Игорь Барсис, поэтому я кратко представлюсь. Я руковожу одним из крупных факультетов Российской Академии Народного Хозяйства и Государственных Служб, президент Российской Федерации. Это моя первая передача не в качестве гостя, а в качестве ведущего. И в качестве темы я избрал такую. «Россия в системе глобального образования. Стоит ли учиться в России?» Мое волнение за успех передачи было бы куда более существенным, если бы у меня не были замечательные гости. Я благодарю вас. Это Ирина Всеволода-Банкина, директор Института развития образования НИУ Высшей Школы Экономики. Добрый вечер. Добрый вечер. И заведчик автор новых медиа и теорий коммуникации факультета журналистики Московского государственного университета им. Ломоносова Иван Иванович Засурский. Добрый вечер. Добрый вечер. Если позволите, для затравки дискуссий я предложу буквально несколько тезисов. Первый. Я считаю, что в России все-таки есть что предложить миру образования, что у нас замечательные образовательные школы, есть крупные университеты, которые могут предложить и фундаментальные знания, и исследовательскую практику. И все же второй тезис. Мы, наверное, оказались не готовы к конкуренции, глобальной конкуренции, когда конкурируем не только и не столько за студента из-за рубежа, об этом, надеюсь, мы тоже поговорим, но и за своего российского абитуриента, российского студента. И третий. Когда мы говорим об иностранных студентах, я сделаю, не знаю, может быть красиво, может быть нет, но такой лозунг. Почему Ильхам Алиев оказался умнее Михаила Саакашвили в взаимоотношениях с Россией? И для того, чтобы действительно эту дискуссию начать, я приведу такой пример. Вот сентябрь все-таки месяц для каждого из нас связан с образованием, с началом такой работы, с приходом новых студентов, мы все любим. И когда я как декан факультета читал им лекции, я спросил практически у всех групп, думали ли они этим летом, когда они проводили его в тяжелых раздумиях, есть ли смысл учиться в России или все-таки попытать счастье в зарубежных университетах. Поэтому наша программа, наверное, так и обозначена. Стоит ли учиться в России? Ирина Селдовна, ваш краткий ответ. Стоит ли учиться в России? В общем, да. По крайней мере, на бакалавриата, да. Иван, ваше мнение? Слушайте, я считаю, что главное учиться, неважно где. Если вы хорошо учитесь, вы и в России найдете всю литературу мировую, слава богу. Все доступно. Ну и контакты с любыми преподавателями по всему миру. То есть, на самом деле, я считаю, что, знаете, как для людей, не очень хорошо мотивированных, западная система иногда подходит лучше, потому что она более жесткая. Но для человека более творческого, одаренного, который хочет раскрыть свои способности, в России гораздо больше возможностей. Я думаю, именно на эту тему мы будем дискутировать. И будем рады, если к нам присоединятся наши радиослушатели. Телефон прямого эфира, естественно, в Москве. Код нашего замечательного города 495, телефон 6510996. Ну, вы можете также писать на сайт finam.fm, ну, либо посылать смс на номер 5533, начиная с буквы «Я». Ну, первые две цифры мне, как преподавателю, 55 нравится. 33 – это что называется на усмотрение уже наших с вами слушателей. Но, тем не менее, именно такой номер для смс-сообщений. Ирина Всеволодовна, ну, спасибо за ваш краткий ответ. Но вот в чем вы видите именно преимущества и перспективы учебы именно в России? Вы говорили на бакалавриате. Почему именно на бакалавриате научиться в России? Ну, тут несколько причин. На самом деле, адаптация к другой стране, к другим нормам поведения – это тоже требует усилий. И если наши ребята не ездили на летние школы и не попробовали опыт зарубежного обучения и общения, конечно, то освоение других вообще технологий учебы может вызвать довольно много сложностей. Во-вторых, в конце концов, для мальчиков надо как-то проблему с армией при этом нормально решать и продумывать. То есть тут много всяких. Но дело даже не только в этом. Наши ребята довольно рано заканчивают школу. Это 17 лет всего лишь. Многие из них и так переезжают, потому что и села ребята переезжают, и сейчас очень заметная волна миграции вторых городов, не столичных, а вторых, которые, выбирая, выбирают скорее по качеству. И в этом смысле проблемы адаптации и возможности на самом деле выбрать довольно интересные программы и вузы у нас есть. Плюс к этому, честно говоря, возможности учиться, в том числе бесплатно, у нас тоже довольно широкие. Так что вузы предлагают очень разные программы. Так что я считаю, что если говорить об образовании, тем более для молодежи, шансы все есть. Чем мы в худшую сторону всегда уж точно отличаемся от сейчас зарубежных университетов. У нас очень мало реальных проектов внутри образовательной программы и мало исследований. В этом смысле действительно у нас некоторое продолжение традиции, собственно, только образование. Но постепенно ребята ей овладевают и уже действительно в бакалавриате можно думать о том, что продолжить образование можно и в летних школах в процессе обучения, очень хороших, и, конечно, потом в магистратуре. Вы затронули тему, которая приводит к другому аспекту. Действительно, наши университеты изначально сконцентрированы только на образовании. У нас значительно меньше, чем в западных школах, в западных университетах уделялось раньше вниманию научным исследованиям, научным проработкам. Наверное, именно поэтому, когда мы говорим о рейтингах наших университетов, мы проигрываем. Это главная причина. По качеству образования, мне кажется, мы выполняем, как мы способны, наша задача именно потянуть университетскую науку. Но здесь есть объективные причины. Изначально вся советская система, потом уже российская, в 90-е годы, строилась на разделении образования в университетах, наука в НИИ и в специализированных учреждениях. Поэтому я хотел бы спросить Ивана, все-таки единственный университет, который вошел в рейтинге 12-го года в 50-е, это Московский государственный университет, который вы представляете. Вы, конечно, представляете структуру, сугубо гуманитарную журналистику. И все-таки, как вы считаете, мы можем поднять научную составляющую в работе наших университетов? Ну, вы знаете, самая главная проблема в России — это коллапс научной коммуникации, в принципе. И вот те же самые рейтинги международные, нужно понимать, что они составляются все-таки в значительной степени на основе анализа данных на английском языке. И на самом деле сейчас, когда мы концентрируемся в такой степени на анализе результатов этих рейтингов, мы на самом деле тоже себе в каком-то смысле создаем проблемы на ровном месте. Вернее, не совсем правильно приоритизируем то, что именно с точки зрения образования нужно делать, на мой взгляд. Потому что все-таки основной язык у нас в стране пока русский. Ну, я надеюсь, он сохранится как наш государственный национальный язык. Или есть мнение? Вы знаете, мне кажется, что судя по тому количеству людей, у которых в принципе в России есть загрампаспорты, которые в принципе в России говорят по-английски хорошо, никакой опасности для нашего русского языка, конечно, не существует в природе. Но есть проблема другая, что в отличие от английского языка, где у вас есть нормальная система научной коммуникации, русский язык с точки зрения научной коммуникации представляет собой даже не знаю, бордель. Это как бы продажная, это система продажных журналов, в которых авторы платят за публикации, которые никто толком не рецензирует, которые выпускают подпольно какие-то странные еще дополнительные выпуски, чтобы аплагиаторы могли, значит, на что-то ссылаться. Значит, по сути, это индустрия воровства такого странного, когда из научной коммуникации выводится значительная часть как бы того, что по формальной точке зрения ей является, а в действительности, конечно, не соответствует никаким стандартам, и прикрываясь, значит, какими-то организованными процедурами, как бы это все происходит. Вы знаете, что здесь был сделан анализ антиплагиат по заказу Российской государственной библиотеки, сделал анализ их, собственно, коллекции, диссертаций. Они взяли только две специализации по российской, отечественной истории, международной истории, проанализировали 14 500 диссертаций. Значит, по самым либеральным оценкам, самым-самым оптимистичным, 10% работ содержит заимствование более 70%. И без указания источников. Остальные там можно разбираться. Просто я к тому, что на самом деле, самое главное, что в России сейчас сделает учебу как бы тяжелое, это отсутствие современной информации, современной науки, современной научной публицистики, доступа к качественным монографиям именно на русском языке. И пока не будет запущен заново весь маховик научной коммуникации, пока опять не начнут люди обмениваться знаниями в активном режиме, российская наука, российское образование не поднимет голову. Ну, я бы хотел все-таки поспорить, мне кажется, все мы согласимся, что для нас исключительно важно сохранить русский язык как язык образования, как язык науки. Не ввести его только исключительно в сферу быта, применения такого утилитарного. Хотя действительно у русского языка, как языка образования науки, сейчас есть определенные угрозы. Надеюсь, мы к ним вернемся. Не знаю, поддержат нас или нет, но у нас на связи Леонид. — Вечер добрый. — Добрый. — Вы знаете, вот вопрос образования на самом деле для меня закончился три года тому назад. Я окончил, на мой взгляд, один из лучших технических вузов нашей страны. Тем не менее, как бы смешно ни звучало, моя специализация была управление и регулирование государственными муниципальными ресурсами. — У нас еще есть ресурс, это очень важно. — Да я понимаю, это очень важно. Но опять же, вы знаете, с точки зрения управленца меня интересует такой вопрос. Университетское образование, это понятно. У нас много всяких научных школ. И, скажем, по поводу иностранцев в нашей образовательной среде, я вам могу привести в пример Тульский педагогический вуз, где на самом деле очень много иностранных студентов. Ну, вы знаете, как бы мне только индусы попадали. Но на самом деле, на мой взгляд, стоит, наверное, уделить отдельное, скажем так, отдельное внимание вопросу профессионального образования, среднеспециального. Потому что, ну, насколько я знаю, насколько мне видится, в этом плане у нас просадка. У нас все хотят быть с высшим образованием, но никто не хочет быть, скажем так, просто специалистом. — Спасибо, Леонид, за ваше мнение. Если позвольте, я все-таки немного поерничаю. Вы допустили одну большую ошибку. Сказали, что ваше образование закончилось. — Никогда не останавливается образование. — Образование нельзя закончить. В тот момент, когда вы прекращаете учиться, вы перестаете быть современным человеком. Вы закончили технический вуз, поэтому приведут такую чисто ссылку технических вузов. Сейчас так, не то что говорят, даже уже посчитано, что в технических вузах к четвертому курсу наполовину уставляют все, что вы учили на первом и втором. Так все быстро меняется, что, наверное, не знаю, согласятся ли коллеги, но главная задача системы образования — это заставить человека постоянно учиться. Что же касается среднего образования, ну, это не совсем предмет нашего с вами сегодня общения. И все-таки, может, действительно, идем ли мы или нет к системе всеобщего высшего образования? — Ну, вообще говоря, да, конечно. Это же желание и семей, и самих студентов. И, в общем-то, люди рассматривают. Жизненная траектория сегодня у семей в образовании самая длинная — на 20 лет, как минимум, с дошкольного до высшего. И ничто человек так долго не планирует в своей жизни, как образование. Это уже состоявшийся факт. Ни карьеру, ни покупки недвижимости, ни браки, ни все остальное. А вот родившись уже свою образовательную траекторию, да. И, в общем, она, конечно, длиной во всю жизнь. — Ну, скажите, это плохо или хорошо? — Нет, это абсолютно хорошо. — Нет, что мы идем к всеобщему высшему образованию, что у всех будут дипломы. — Конечно, хорошо. — Конечно, и не один. И меня, и профессию, и стиле жизни. Для всего этого нужно, конечно, всегда иметь возможность. — Иван, пожалуйста. — Вы знаете, я просто недавно открыл сборник наших курсов, ну, в куче журналистики. Говорит, что у нас такой журналистка не совсем как будто серьезная. — Не, наоборот. Я обожаю журналистику, тем более мы находимся в радиостанции. — Но у нас очень интересно. Мне бросились в глаза как бы кусочек. О том, что освоение человеком культуры, в принципе, является также механизмом освоения человеком своего тела, своего сознания. То есть, грубо говоря, если у нас высшее образование будет всеобщим, это значит, что мы будем иметь дело с более образованными, более сведущими и осмысленными людьми, которые будут по-другому тоже воспитаны в своих реакциях. — Это в том случае, извините, если будут достойны качества в этих университетах, а не выдача дипломов. — А вы знаете, вот по поводу качества я хотел сказать, что самое главное из того, что сейчас происходит, но это мое личное мнение. Это то, что учебная работа начинает публиковаться онлайн. Вот Вышка давно это делает, а я считаю, что это для всей страны важно. Понимаете, вы единственный шанс оценить качество образования в ВУЗа, это когда вы курсовые и дипломы можете почитать. Потому что, если вы этого не видите, любые рейтинги Миноборнауки, конечно, смехотворны. — Ну и, конечно, вообще работа в ЛМС, когда любой преподаватель все свои занятия, лекции, результаты, разработанные вместе со студентами, выкладывает в электронной среде, этим можно по улице достать со всеобщим достоянием. Мы, конечно, шагаем в общество расширяющихся образовательных ресурсов. — Очень быстро распространяются такие знания. Понимаете, вот мы сейчас говорим, что вот там где-то образование фиктивное, где-то реальное. Но если вы действительно из любого ВУЗа можете достать библиотеку Вышки, вы можете посмотреть какие-то самые ключевые наши дипломы, там, на журфаке, допустим, по новым медиам. Ну, что-то прорывное, что нигде нет больше. Но мы же это не держим, мы же готовы отдать. И тогда знания очень быстро и легко переливаются. Институт, институт, из ВУЗа в ВУЗ. Они могут налять наших аспирантов, они их будут преподавать, понимаете? — Ну, и потом налаживается самая коммуникация, которая в горели как ключевой, потому что, конечно, в этом рождаются новые и технологии, и трансферты. Технологии происходят только через коммуникацию. — И новый курс методический, новые предметы. — А может, потому еще и стоит учиться именно в России, потому что мы учимся на русском языке, языке, понятном нашим детям. — Конечно. — И нет необходимости входить в другую языковую среду, и через этот язык получать много научной, учебно-образовательной информации. — Ну, я считаю, что да. Но я считаю, что тоже для постдока, вот то, что вы хотели сказать, для постдока съездить куда-нибудь в Европу с пониманием того, как складывается твоя траектория после возвращения здесь, мне кажется, очень красиво и правильно. — Поэтому мы, наверное, подходим к следующей части нашего общения, которая будет уже после рекламной паузы. Что делать после того, как человек закончил бакалавриат, и перед ним опять стоит тот же выбор, стоит учиться в России. — Мы продолжаем эфир программы «Револьвер» на Финам.ФМ и обсуждаем тему, стоит ли учиться в России. Если стоит, то на каких программах. И, кажется, почти все договорились, что бакалавриат лучше учиться дома, в Москве, в России, на родном русском языке. Но здесь возникает следующий момент, и я позволю себе оттолкнуться от ссылки на авторитет. Коллеги меня за это простят, они все уже немножко порекламировали свои вузы, мы слышали много доброго в высшей школе экономики, о Московском государственном университете. Я тебя спел до последнего, я тоже представляю вузовскую среду. Поэтому сошлюсь на слова своего ректора, Владимир Александровича Мау, который как-то сказал, «Изменить стране стало проще, чем изменить страну». Я позволю развить этот тезис словами, которые приводятся обозревателям New York Times Полом Фридманом, который пишет, что сейчас практически неважно, где вы живете. Вы можете жить в одной точке, работать в другой, получать деньги в третьей, отдыхать в четвертой, благодаря интернет-коммуникации. Действительно, и очень интересный вывод, это не проблема патриотизма, это проблема сравнительных издержек. Где вы получаете лучшее качество за меньшее количество средств. И во многом, когда человек уже получил некий уровень образования и думает о следующем шаге, он выбирает магистрские программы за рубежом. И здесь мы опять оказываемся в системе глобальной конкуренции. Вот мне хотелось бы услышать, Ирина Васильевна, как вы считаете, я так по вашему подводке понял, что вы сторонник обучения магистрской программе все-таки за рубежом, или нет? Да, конечно, сторонник. И я считаю, что здесь, если не удается целиком на магистрскую программу, то, по крайней мере, стажировки, но не на неделю, безусловно, а на сколько-нибудь длительный курс, это очень важный и нужный опыт. И в культурном освоении, и в современных коммуникациях, и, безусловно, в современных стилях вообще такого профессионального и карьерного роста. Что останавливает часто ребят? На самом деле, по нашим исследованиям, более 80% студентов, начиная с 3-4 курса, стопудово работают, поэтому для них это скорее совмещение образовательной траектории с уже становящейся карьерной траекторией. Никто не сидит и не ждет, когда после 4 курса к нему придут на его диплом работодатели и скажут, ах, мы вас так ждали. Нет, ребята начинают зарабатывать свое резюме, участвовать в проектах, в работах, и понимают, что за полтора-два года работы в процессе учебы они уже могут претендовать на те рабочие места, которые после окончания, вообще говоря, хорошие. Поэтому вот здесь вот это почти во всех случаях сопряжение работы, предпочтений, карьеры и учебы, и очень многие просят их в расписании, их поставить на какую-нибудь половину дня, чтобы во вторую работать. Поэтому сегодня сказать, что есть отдельно для молодежи траектория «учусь, и учусь, и учусь, и больше ничего» — это не так. Конечно, это и работы, и учебы, и проекты, и разного рода дополнительные короткие программы. Поэтому в этой траектории, мне кажется, что зарубежный и опыт, и стажировки, и обучение очень много дает. Он очень расширяет пространство возможностей и мировоззрения самого человека. Спасибо. Кстати, деньги на это всегда можно найти. Очень много стран. В том числе и мы даем разные гранты. Это вопрос не денег. Это вопрос действительно выбора и ответственности за этот выбор. Иван, дополнительный. Да, вы знаете, я просто хотел сказать, что для меня вот несколько было разных эпизодов, когда я сам оказывался за границей. Я преподавал в Америке несколько месяцев. И я сидел в разных библиотеках по разным самым предлогам. В Швейцарии, в других местах. Я должен сказать, что, конечно, ничто с этим не сравнится. Ничто так не раскрывает кругозор человека, как попадание в другую языковую среду, где те же самые предметы, те же самые интересы исследуют совершенно другие люди на другом языке и с каких-то других точек зрения. Вы знаете, в принципе, считается, что наука началась с мусиона в Александрийской библиотеке. А смысл мусиона был в том, что там сравнивали рукописи на разных языках и сделанные разными авторами. И анализировали текст через другие тексты. То есть, на самом деле, для самой науки центральным является именно возможность сравнения. Если вы находитесь в рамках одной традиции, вы можете быть специалистом, но вы не всегда вообще поимеете представление о науке. Спасибо, абсолютно согласен. Я не зря озвучивал в начале передачи телефон студии 65 10 9 9 и 6. Насколько знаю, есть звонки. Хотя не верно, кто все-таки дождался наши такие умные монологи и диалоги. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Игорь, а вас? Меня зовут Сергей. Здравствуйте, уважаемая радиостанция. Здравствуйте, уважаемые гости. На своем примере коротко хочу прокомментировать тезис о том, что магистра лучше получать за рубежом. Сразу скажу, что считаю, что и бакалавра лучше получать за рубежом по одной простой причине. У нас настолько далека наука от образования, это совершенно два разных понятия. Я в свое время закончил Российский университет дружбы народов и к моему величайшему сожалению, я учился на вечернем тогда, университет мне не дал ничего ровным счетом. А какой из них в качестве рекламы дайте нам, какой университет ничего вам не дал? Какой факультет? РУДН. А какой факультет? Я уже сказал, РУДН, экономический факультет, он нам достаточно сильный, специальность управления. Я сразу каюсь, хочу сказать, что до этого я уже работал в сфере управления и менеджмента, такой молодой специалист. Вам нужна была бизнес-школа, конечно, какая-то. Абсолютно. У нас абсолютно отсутствует возможность попробовать это. То есть совершенно прекрасная теория, замечательные профессора. Я могу долго рассказывать о том, какое замечательное образование у нас, но оно в книгах. Вы понимаете, ничего более фундаментального получить, наверное, нельзя. Но отсутствует возможность пробы на практике. И вот сейчас я нацелился на магистра. Я хочу ехать в Канаду. Почему? Потому что просто просматривая список возможных факультативов, дополнительных занятий, возможностей, это просто небо и земля. И тут дело даже не в том, что у нас там закрытая страна, что-то не котируется. Нет. Просто качество и возможности, которые предоставляют те заграничные вузы, даже европейские, оно несоизмеримо. И вот я советую задаться вопросом, почему российские профессора достаточно хорошо пользуются популярностью в западных вузах, а вот российские студенты не очень. Не зовут нашего брата туда, только по особым программам. Так, подождите, если вы платите, вы можете спокойно там учиться? В чем проблема? Совершенно точно. У меня есть возможность, у меня есть средства, у меня есть деньги. Я вот человек с бюджетного... А человек с бюджетного это, к сожалению, Российская Федерация, потому что это Российская Федерация и гражданин. А почему другие государства должны содержать наших учащихся? Я тоже не знаю нареканий к студентам, очень многие студенты спокойно справляются с программами, да, есть особенности, у нас очень плохо умеют работать в коллективах, в малых группах, но не научили этому. А в индивидуальной работе наши студенты не уступают за... А можно вопрос к нашему слушанию, если вы не отвечаете? Скажите, пожалуйста, а вы после этой программы куда дальше ходите? Вы ходите там остаться или вернуться? Хороший вопрос. На самом деле границы открыты, я и жил, и работал за границей до этого, мне важно качество. А где, если не секрет, вы жили? Я жил в Японии полтора года, вот, и очень часто езжу как раз в Северную Америку сейчас. Это интересно, такого опыта колоссального я не получал нигде с точки зрения именно профессионализма, как бы пафосно это не звучало. Вы абсолютно правы, мы, конечно, согласимся с тем, что это расширение возможностей, с тем, что практикоориентированность для управления это даже не столько наука, сколько еще и проектная, реальная практика. Кейсовые методы обучения у нас, конечно, очень сильно отстают. Вы знаете, я коллегам иногда говорю так очень в такой манере, что, в принципе, для меня вот серьезное отношение вообще к образованию, к университетам, к сожалению или к счастью, началось с того, что я увидел как в Америке работать. Коллеги, об Америке еще поговорим. Если позволите, еще один звонок. У нас на связи Дмитрий. Я должен извиниться, он давно ждет. Дмитрий, добрый вечер. Да, добрый вечер. Я закончил институт более 15 лет назад. В факультете у меня была прикладная математика. И вот, ну, по личному просто хочу сказать, что, значит, во-первых, там, да, были интересные примеры того, как люди делали работы, в том числе, востребованные за рубежом. Но давайте признаем честно, что с потока вот такую вот фундаментальную науку и так далее уходит, ну, там, единицы, да, там дальше они там в аспирантурно-бюджетные места. Поэтому, с одной стороны, высшее образование, конечно, неплохо, чтобы такие люди, они как бы отсеивались, да, ну, в хорошем смысле этого слова, и дальше могли развиваться. С другой стороны, люди, которые как бы ничуть не хуже, как бы, да, ну, просто там где-то что-то не тянут. Тем не менее, там, нормальные члены общества, дальше тоже могли развиваться. Может, какая-то там приближенная проф, там, не знаю, там, ориентация, еще что-то, чтобы было понятно вообще, для чего ты учишься и чем ты занимаешься. Ну, это вот реально 15 лет назад, да. Но я что хочу сказать, что сейчас у нас конкуренция, она не только с точки зрения получения образования, да, но и с точки зрения того, ну, кто хочет предоставить эти услуги. И если мы рассматриваем, что высшее образование это для избранных, а не для всех, и нам как бы люди с высшим образованием там не нужны, то прекрасно можно пойти и учиться в те страны, где за бесплатно предлагают тебе попробовать получить высшее образование, там, ну, там, за минимальные деньги, там, Германия, Чехия и так далее, да. Там, где есть интерес к высокообразованным людям. Это первый момент. Второй момент, что, к сожалению, все-таки я думаю, что наши вузы не настолько сейчас котируются, чтобы без проблем устроиться там в крупную европейскую компанию или компанию, которая, ну, там, иностранный, имея филиал здесь в России, именно для того, чтобы вот, ну, соответствовать тем требованиям, которые предъявляют, ну, как бы современные компании к своим сотрудникам. И в этом смысле, вот, например, для своих детей я все-таки пока рассматриваю вариант зарубежного обучения, чтобы дальше им было, ну, нормально устроиться на работу можно было и потом уже перенести свой позитивный опыт, да, уже, может быть, там, в российскую компанию. Спасибо большое. Если позволите, я отвечу сначала первому нашему слушателю. Немножко так, может быть, обидно, но мне вспоминаются слова из незабвенного венечки Рафеева, когда он как-то озадачился поутру, любят ли нас за перенеями. Ответ был, любят, потому что не знают. На самом деле, к нам относятся так, как мы себя ведем. Если наш парень, наша девушка приезжает и нормально себя ведет в любом университете, к нему замечательно относится, я бы не сказал, что этот поиск какого-то негатива, что нас не любят только потому, что мы из России, чем-то оправдан. Наверное, тех, кого мы направляем, мы должны учить и объяснять, как себя вести вы на среде, как вести себя так, чтобы помнить, кто мы такие, но в то же время не быть чужеродными и не вызывать усмешек. Поэтому, наверное, к большинству из нас совершенно доброе, позитивное отношение. Другой момент, с какой мотивацией едет наш студент учиться за рубеж, для него это образование, это шаг вперед в науке или, извините меня, образовательный или учебный туризм, как мы зачастую называем. Поэтому, здесь, наверное, нужно быть просто честными самими собой. И второй момент, мы вот нащупали некие, мне кажется, такие уже болевые точки, даже развилки, когда критикуем свою систему образования, что нам не хватает с одной стороны научности, научных школ, научной основы, а с другой стороны, нам не хватает практик ориентированности. Конечно. Может быть, это все-таки несовместимые между собой понятия, или здесь можно найти некое соломонное решение? Ирина Всеволодовна. Нет, конечно, очень даже совместимые. Просто наши образовательные технологии были заточены под трансляцию. Трансляцию знаний, пересказ чужих учебников, когда-то давно написанных. Это совсем недеятельностный, хотя у нас такие столпы, Выгодский, Гальперин, там, Ильконин, Давыдов и так далее, именно в деятельностной педагогике. На самом деле, мы, конечно, очень отстали и были вот такими просто трансляторами знаний, да еще с отметками и там контрольными всякими. А вот перевернуть это в такой деятельность, подход, неважно, это научные исследования и проекты, или это социальные практики, или это реальная, в том числе, работа в процессе обучения, я говорю, индивидуальная, в малых группах, вместе с преподавателями. Вот этого у нас не хватает, и для этого нам надо самим себе, преподавателям, в первую очередь, меняться, формировать коллективы такие, которые в состоянии это делать, и которые могут передавать и транслировать, в том числе, и свои разработки, свой опыт, и добывать новые знания вместе со своими студентами. Спасибо. У нас на линии один очень терпеливый слушатель. Рустам, добрый вечер. Здравствуйте. Оно-то немножко о себе. Я человек с двумя высшими образованиями, медицинское и юридическое. Там работаю преподавателем на факультете совершенствования врачей в Москве. Ну вот, по моему опыту, то, что я сейчас наблюдаю, у меня такое ощущение, что у нас высшее образование, ну, наверное, как-то не то, что деградирует, а все меньше соответствует действительный, ну, тренды предъявляют ему, потому что многие люди уже и заканчивают высшие учебные заведения, но при этом не работают по специальности, диплому, они используют в лучшем случае только как свое преимущество для устройства на работу. Наверное, мое мнение, такие. Рустам, если позволите, несколько, такая выжимка из вашего мнения, что помимо научности и практик ориентированности у нас слабая связь между системой образования и рынком труда. То есть мы готовим невосслабленных специалистов. Да. Наверное, это только более точно сказать. сам, когда был преподавателем, я, в принципе, и ушел из того, что такой вот бардак по образовательным программам, по образованию творил, но не удерживал. Не, а вот в чем, я выражусь более, надеюсь, культурно, неразбериха в образовании, в образовательных программах, как вам кажется? Ну, какие-то материалы устарелые. Если по медицине брать, ну, есть подозрения, скажем так, я и некоторых профессоров, которые даже пишут учебники, да, мы вот каких-то депутатов, губернаторов за это дело ловим. Потом, также, не соответствует тому, что преподавателем, тому, что требуется, да, опять же, по медицине, например, когда говорят, как надо лечить, а у нас контролируют страховые компании, которые проконтролируют нас по утвержденным стандартам, которые мы, например, не знали, ну, как студенты. А скажите, это проблема нового времени или когда-то было лучше или хуже? У нас всегда любят сказать, вы знаете, в Советском Союзе было хорошо. Я не говорю, что в Советском Союзе было хорошо, но поскольку тут уже упомянулось, что студенты третьему, четвертому курсу работали, и они шли работать, как бы, ну, близко к своей специальности на будущее месяц. Сейчас, например, по приказу уже, например, по медицине нужно иметь сертификатор специалиста, то есть студент уже так просто, он не пойдет работать с тетрой или фильтром, потому что у него нет сертификатора, даже МАЗО, он получит диплом в медицине врача, да, он не пойдет работать, потому что его никто не войдет у него нет сертификатора, фильтра или врача скорой помощи, например, он не сможет работать, он пойдет работать в Макдональдс, а не врачом, например. Спасибо. Спасибо большое. Если позвольте еще звонок, у нас на связи Сергей. Да, здравствуйте. Добрый вечер. К сожалению, тоже у меня осталось не очень хорошее впечатление о российском образовании, вот нынешнем российском образовании. Сам я заканчивал, получал юридическое образование в 90-м году, потом в 97-м у меня были курсы повышения квалификации, но заканчивал я как юрист. А курсы повышения квалификации по управлению были сначала в Женеве, потом учился в Государственном университете управления, как правильно говорили, что вся жизнь это большая учеба. А потом мне довелось тоже заканчивать курс повышения квалификации в РАКСе, Российской академии государственной службы. Вот у меня сложилось такое впечатление, причем это тоже экономика, экономика управления более конкретно, у меня сложилось такое впечатление, что иностранные преподаватели, вот в частности по этим специальностям, они преподают основы по Марксу. И не боятся ссылаться на, так сказать, классиков экономических теорий. Наши же преподаватели, особенно Российская академия государственной службы, получилось так, что из 15 преподавателей, которые нам преподавали, один только сослался на Маркса, при этом три раза извинился перед слушателями. То есть вы хотите сказать, что негатив нашей системы образования это марксофобия? Не только марксофобия. Это фобия, скорее всего, может быть даже всего хорошего, что было в советском образовании. Вы имеете в виду, что они в принципе не способны самостоятельно мыслить? Иван, если позволите, вот именно вам слово... Кто самостоятельно мыслить не способен? Ну вот вы имеете в виду, что преподаватели, они как бы не самостоятельны в своих суждениях, они слишком мало знают предмет для того, чтобы опереться... Да, во-первых, а во-вторых, преподаватели, которые экономику преподают, они не знают, что такое экономика, потому что уже... Слушай, это естественно, это естественно в нашей стране, равно как и в нашей юристы. В нашей стране это не просто естественно, для меня это нонсенс. Люди говорят вещи, в которых они не понимают, причем это были руководители кафедры, и большие должности кандидаты экономических наук, особенно в Раксе у нас не менее, чем кандидат экономических наук преподавал. Я не знаю, как он защищал диссертацию и по каким, так сказать, вопросам, но он не понимал даже о том, что говорит, причем сидела довольно-таки зрелая академия. Если позволите, нам нужно все-таки... А мне вот нравится это выступление, у нас реклама, пауза. У нас рекламная пауза. Какое критическое мировоззрение воспитали в этом студенте? Не то слово, но рекламная пауза, потом продолжим. Мы продолжаем нашу программу, и у меня, Игорь Абарцев, в гостях заведующий кафедр новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ Иван Иванович Засурский и директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Всеволодовна Абанкина. Мы говорим о качестве образования, мы спорим о наших университетах. Ну, не очень корректно прервали предыдущего нашего слушателя. Ирина Всеволодовна, вы хотели что-то ему либо похвалить, либо возразить, либо сказать? Нет, вы знаете, мне кажется, что все-таки образование пошло ему точно на пользу, потому что он очень трезво оценивает ситуацию, пытается действительно сравнить, выступить с этатами. Поэтому я считаю, что у него вполне сформировалось мировоззрение и даже какое-то такое научно-критическое отношение к тому, что происходит. Очевидно, что... Но нехватка Маркса все-таки чувствовалась, видно, да? Иван, но вы сказали именно о свободе мышления профессуры. А может ли человек, который сам не свободно мыслить, научить свободно мыслить других? Ну, вы знаете, я-то просто опустил огромный кусок того, что подразумевал этот человек. Мы, как-то, знаете, сошлись уже там на полусловия. А что он имел в виду? Он имел в виду, как мне показалось, что, как и предыдущий оратор, что наш слушатель, который звонил, что есть специализации, по которым я бы реально не рискнул в России просто учиться вообще. Например? Экономика, юриспруденция. Я считаю, что, в принципе, это как бы очень мало шансов, что тебя чему-то научат, особенно если это не один-два каких-то светоча. Ну, тут такие выпады выше школы экономики. Ну, с юриспруденция особенно спорно, нет. Понимаете, как принципиально отличается юридическое образование за рубежом. Нет, просто это... Они изучают в основном, конечно, прецедентное, это прецедентное право. Кейсы, понимаете? А у нас, так или иначе, учат действительно свод законов, причем чуть ли не наизусть. Это действительно другая практика. Они очень сильно меняются, они не всегда, как бы, поскольку они, поскольку их учат не принципом, не каким-то основам, как бы там классических теорий, а их, как бы, действительно загоняют больше в понимание того, что есть сейчас, значит, что они не в курсе, оказывается, не тех изменений, которые происходят. И при этом они не умеют работать как практики. Вот, например, классическая самая претензия по экономике, она так и звучит. Я отучилась на экономическом факультете, пошла, хотела идти работать директором, выяснилось, что я не знаю вообще ничего, как делается. Потому что кормили какими-то... Ну, вы знаете, что, чтобы работать директором экономическим, где-то не обязательно заканчивается. Вот я как раз хотел сказать, что... Экономика — это, в общем-то, сплошная математика. Но, вы знаете, я не согласен. Дело в том, что если бы экономика была сплошной математикой... Учитесь бизнесу — это другое. А экономика — это сплошная математика. А не надо делать только экономических факультетов. Потому что для того, чтобы иметь академическую науку об экономике... Согласен, давайте назовем их бизнес и менеджмент. Да, понимаете, а вот дальше, если это бизнес и менеджмент, то тогда уже вот эта махинация с учебной программой, которая для любого провинциального вуза с экономической специализацией является нормой, а именно, что выпускают как бы экономистов, которые как практики ничего не стоят, потому что им читали теорию, а теорию им стеснялись читать полную, потому что Маркс вроде как не модно. А читали им какой-то кусок Адама Смита, там то все, 5, 30... Ну, а может быть, стоило бы? Я имею в виду, что... Ну, вот конкретно у нашего слушателя, я так понял, была на самом деле как бы претензия к копипаст-ментальности. То есть, грубо говоря, как бы есть некая плагиатская модель знания в России. Вы знаете, это очень интересно. Это насляция знаний, я что-то знаю, передаю вам. Как в стае, она без осмысления. То есть, грубо говоря, я не должен выбиться из стаи. У нас все плохие экономфаки. Значит, если я на экономфаке, я должен быть примерно такой же плохой, как все остальные, примерно с теми же дефектами. Если я чуть-чуть вправо, чуть-чуть влево, я выбился из потока, меня заметили, как бы отстрелили. Ну, не совсем так, вы знаете. И как ни странно, я уж не говорю правочка, но даже Новосибирский госуниверситет, он где-то примерно 350-й в рейтинге, это совсем неплохо, в том числе из-за сильного экономического факультета. Причем ровно математика там на очень серьезном и сильном уровне и те заслуги, премии и научные результаты, которые были, это, конечно, в области экономики, в первую очередь. Новосибирск, это Новосибирск. Спасибо. Ирина Селдовна, защитила экономическую нашу систему образования. Я пойду, естественно, с открытым забралом защитить испруденцию. Открою огромный секрет. Я, кстати, доктор юридических наук и преподаю право. Но здесь есть другой момент. Сначала про право. Я действительно считаю, что нельзя учить чужое право, потому что мы работаем в своем. И, наверное, главная проблема юридического образования, что все страны, все учат свое национальное право. Что касается кейсового мышления... Началось и с публикациями в этом смысле довольно сложно, и с международной коммуникацией. Ну, сейчас жалеть нас не надо, юристов. Я просто хочу сказать о другом, что кейсовое мышление, мне кажется, все больше и больше уходит в сторону. Кейсовое мышление хорошо именно для бизнес-школ, для программ в области менеджмента. Изучить право или изучить экономику на кейсовое мышление, на мой взгляд, невозможно. Вам нужно сочетание. Если позволите, одна такая мысль. Я считаю, сейчас скажу, наверное, богохульство и кощунство в моих устах. Надеюсь, только Ирина меня поддержит, Сева Влада. В принципе, нельзя научить право и нельзя научить экономике, потому что право меняется каждый день. Когда я еще учился в университете, и это было нормально, мы учили куски Гражданского кодекса наизусть. И я до сих пор помню Гражданский кодекс РССР 64-го года. Правда, зачем, непонятно. Право меняется. Нельзя научить экономике. Она постоянно меняется. Нет, можно сформировать экономическое мышление. Абсолютно. И это совсем другое. И это мы умеем делать. Наша задача не научить экономике или праву, а сформировать юридическое мышление, экономическое мышление. Наша задача научить человека думать. И у меня вопрос, согласен или нет с нами Михаил, который на линии. Алло. Да, слушаю вас, Михаил. Да, добрый вечер. Добрый. Значит, я бы хотел рассказать чуть-чуть про другую, скажем так, сферу, про техническое образование. Там все несколько проще, поскольку техническое образование развивается, скажем так, линейно и не зависит от... Прогресса? Вот, да, ну, как бы прогресс линейный. Он не зависит от географии, ни от страны, ни от чего. И вот, что хочу рассказать. Сам я закончил институт в 2010 году. И мой сокурсник, как раз вот по той программе, по которой в начале передачи говорили, после бакалавра уехал учиться в магистратуру в Германию. Значит, уехал учиться, вернулся через два года и решил защитить тот же самый диплом, уже у нас на кафедре, опять же, учившись еще два года. И надо сказать, что тот же самый диплом, который он с легкостью отлично защитил в Германии, в России ему удалось защитить с трудом. Поскольку этот диплом не обладал ни научной новизной, ни какими-то такими техническими, специфическими вещами. И, в общем-то, был такой обычной бакалаврской работой на уровне нашего четвертого курса. Так что хочу сказать, что в России с техническим образованием, по крайней мере, все не так уж и плохо, и мне кажется, что нужно именно в России учиться. Спасибо. Тем более я могу вас поддержать. Я считаю, в России не так же все и плохо и с экономическим, юридическим, журналистским и так далее образованием. Если есть мотивированный студент. Тут очень важный момент, что я уже так несколько раз забросить мячик в советское прошлое, когда мы слышим, как было хорошо и как стало плохо. К сожалению, мне кажется, что ситуация практически не меняется. Если мы посмотрим на все университеты, на все вузы, ну, где-то пятая часть — это достойные университеты с достойным качеством. И огромная масса, неважно государственных, негосударственных, но псевдо-вузов, псевдо-университетов. И когда мы боимся всеобщего высшего образования, то я боюсь не того, что все будут умные. Я боюсь, что у всех будут дипломы, за которыми зачастую ничего не стоит. Но мне бы хотелось использовать оставшееся время, затронуть еще такую тему. А есть ли смысл приезжать в Россию учиться иностранцам? Вот ваши опыты. Вы знаете, только по предыдущей теме я все-таки хотел закрыть вопрос. Вы поймите, если учебные работы публикуются в интернете, если выпускники обязаны публиковать свой диплом, как в вышке или как на моей кафедре, то на самом деле у вас как бы оба вопроса имеют ответ. Первое. Любой псевдо-вуз, видно за километр, он просто не переживет выпуск. Второе. Я вам говорю, как есть. Нет, что он не переживет. У него есть лицензия на ведение образовательной деятельности. Это лицензию отзовут. Все в дообразовании востребованы. Даже если не отзовут, все равно сами студенты же видят. Конечно. И то же самое с международными. Вот ваш второй вопрос. Если вы видите качество образования по работам учащихся, то иностранные учащиеся тоже могут выбрать правильный вуз. А если же работы опубликованы, ни русские студенты не пойдут, даже на бесплатные бюджетные места в этот вуз. Ни иностранцы туда не поедут. И так и нужно сделать. Нужно просто не оставлять эту проблему, а нужно просто решить ее в 2014 году с помощью публикации всех дипломов, всех, кто защитился. И дальше провести просто повторное лицензирование вузов. И если у людей 80% работ скопипащены, а другие 20% вообще бессмысленные, хотя и оригинальные, это значит, что вуз просто нужно закрыть. Не нужно как бы нянчиться с ним. А может быть... Кстати, плохих и слабых вузов с очень разными программами в любой стране очень много. Это общая практика. Топовых университетов действительно не много. Но пускай они хотя бы реорганизуются, и тот, который был совсем глупый, воровской, бессмысленный, пускай он превратится в какой-то чуть более осмысленный, стремящийся. А может быть все-таки быть более свободными и оставить это на усмотрение абитуриента и работодателя? А если вы хотите оставить... Для этого нужны хорошие навигаторы. Нужна прозрачность, о которой Иван говорит абсолютно правильно. А сейчас мы все в темную работу. Сейчас Министерство образования и науки на полном серьезе вырабатывает рейтинг, сколько квадратных метров там на учащегося. И это считается реальным критерием. Мархи записали в плохие вузы. Ну, у него средний вуз преподатель тоже за 70. Не, ну, простите, пожалуйста, но Мархи... И вообще-то Мархи отстает очень сильно. Слушайте, может, он отстает, но я всегда человек... Знаете, я узнаю людей из нескольких вузов. Я пытался все-таки избегать названий квадратных вузов, поэтому, если позволите, Антон... И, Антон, я все-таки пытаюсь вести разговор, а есть ли смысл приезжать иностранцу учиться в России? Но вы-то по имени наш российский, видно, парень. И тем не менее. Добрый вечер. Да, я российский выпускник недавний Московского университета. Считаю, что смысл к нам приезжать есть по одной простой причине. Во время образования общался со многими студентами-выпускниками иностранцами, выпускниками иностранных вузов. Не лучше там так думать, как у нас. Я полностью с вами согласен, что экономики юриспруденты нельзя научить, как науки, потому что можно именно дать мышление, чему, собственно, меня и учили 6 лет в Московском университете, на экономическом скульптете. Учили именно думать, мыслить. Не дают за границей, не знаю, с чем это связано, но вот именно такого направления развития не дают. То есть нужно к нам приезжать? Другая, он вас поддерживает? Нужно, да. Конечно. Но я все-таки... Но вы знаете, у меня гораздо более критичное здесь отношение. Недавно мне задавал этот вопрос Аташе по культуре и образованию Франции, и я тоже не могла даже ему ответить, зачем французу приехать к нам учиться. У нас отвратительные общежития, у нас крайне недоброжелательная среда, в том числе и в вузах. У нас на самом деле отсутствуют элементарные условия просто гостеприимства. Вузы тоже, среда в вузах в таком состоянии, что люди попадают просто в другой век. Они теряют в ощущении современного представления и стиля жизни. Очень много надо сделать для того, чтобы было комфортно приезжать в наши города, в наши университеты, жить в наших общежитиях и пользоваться буквально элементарными. Так, чтобы можно было из общежития работать в библиотеке, так, чтобы можно было оставаться в лабораториях, сколько тебе надо. Так, чтобы можно было коммуницировать так, как это считается нужным. Поэтому на самом деле наши вузы очень сильно отстают от современного представления вообще об образовательном пространстве и образовательной среде. Но для многих африканских студентов, студентов из Индии и Китая, тем не менее, для многих из них это оказывается большим прорывом. И да, и нет. Потому что, что если представить, шанхайские университеты, пекинские, джуанские, это просто фантазика. Там мы в 22 веке в этих университетах. Я согласен. Но по отношению к национальным системам китайским, они так же, как МГУ или Вышка, или РАНГ, относятся как бы другая лига. Но мне бы хотелось поговорить о наших интересах. Заинтересованы ли мы привлечениями иностранных студентов? И я в начале беседы забросил такой мячик. Почему Ильхам Алиев оказался умнее во взаимоотношениях России, нежели Михаила Саакашвили? И вывод у меня очень такой. Я считаю, что если бы Михаил Саакашвили учился в России, то войны бы России и Грузии не было. Это, с одной стороны, вы правы. И все страны это понимают. И очень многие страны предлагают стипендии для студентов. Почему? Это мало и плохо делаем мы. Почему вы не выдаёте нам стипендии? Наших 50 тысяч мы могли бы вам прислать. Потому что они нам отлично платят за студентов. Зачем? У нас очень много платных студентов китайцев. Нет, тут не только в этом дело. Практически все. Стипендию ведь никто никуда не вывезет. Она остаётся в стране и работает на страну. Более того, как правило, либо ли эти люди ещё дополнительно работают, либо им присылают деньги. В этом смысле это всё равно внутренняя экономика. Но трансляция культурного взаимопонимания, если можно так сказать, несомненно, она очень важный ресурс. И для дальнейшего развития и бизнеса, и культуры, и коммуникации, в том числе, кстати, и образования, конечно, чрезвычайно важна. И очень много стран, которые действительно предоставляют стипендии, это не так дорого, но это в 100 крат эффективнее, чем считать, что приезжающий студент — это просто доход для университетов. Если хотите, коллеги, если позволите, я вас просто поддержу в этом, потому что, на самом деле, я по этому тезису полностью согласен, что одним из мощнейших инструментов развития и университетов, и экономики, как такого стимулирования, является выдача целевых денег иностранцам, которые приезжают и здесь их оставляют. — Да. — И я считаю, что... — Это наши деньги, они у нас же и остаются. — Я считаю, что, на самом деле, это более эффективно, чем помощь предприятиям, которые выпускают никому не нужную продукцию, которая у нас по-прежнему является номер один, или социальные расходы, которые, к сожалению, не такие адресные. И я считаю, что, на самом деле, у нас по-прежнему в этом смысле действует некая бухгалтерская ментальность 90-х, когда с большим недоверием относились вообще ко всему, что умное, и ко всему, что непонятное. И с таким вот такой... — Но с желанием содрать деньги. — С простецкой удалью как бы срезали все то, что не является либо коммерческим, либо как бы международно сертифицированным. Мне кажется, что просто мы находимся в каких-то финальных, и в этом смысле самых, может быть, разрушительных, как бы частях этого тренда, который продолжает разворачиваться. Его пора уже менять. — И вот здесь мы пришли к полному единодушию. Большая тройка МГУ, Высшая школа и Академия при президенте ставят вопрос, что нужно отнестись к образованию как к важному кластеру экономики страны. — Конечно, абсолютно согласен. — Конечно. — Абсолютно. Причем современные, умные экономики. И никто, кроме университета, здесь не может быть драйером экономического развития. — Вы знаете, если позволите, я брошу тогда вам нашу гипотезу последнюю, в которой мы играем сейчас. Дело в том, что в информационном обществе очень сложно измерить ВВП. А как измерить ВВП, информационное общество, общество знания? И вот у нас есть на эту тему гипотеза. Гипотеза такая, что нужно взять всю совокупность информации, помножить ее на скорость, ее распространение или обороты, помножить на доступ к квадратам. — Мне, как юристу, как-то схема не нарисовала за голове, но давайте подозмышляем. — Нет, у меня нарисовалась, так я не уверена, что везде надо умножать. — Ну, экономисту виднее, ему как бы легче со всеми формулами. Я приведу цифры, как говорю, своим студентам, у меня портится настроение, поэтому хочу, наверное, завершить тему. — Вы академический юрист. — Спасибо. — У настоящего юриста корпоративного, глаза загораются, когда цифры звучат. — Но действительно, образование должно стать важной частью нашей экономики. Вложение в образование — это вложение в наше будущее. И когда мы сегодня говорили о баклавриате и магистратуре, я надеюсь, нас более патриотично настроены, слушатели простят, мы не призывали уезжать и не призывали возвращаться. Мы говорили о тех проблемах, которые существуют. Мы действительно должны понять, что растим своих детей для себя. И я хочу привести, может, такой личный пример. Это, если угодно, личная проблема каждого, когда наши дети задумываются уезжать или не уезжать за рубеж учиться. Нам нужно дать им возможность учиться в России, получить достойное, качественное образование. Мы должны дать им возможность поучиться в мире, посмотреть на другие страны, приобщиться к другой культуре, если угодно, пообтесаться, приспособиться с тем, чтобы принести свои знания, свой опыт, опять-таки, к нам в страну, в Россию, и сделать ее немного лучше. Если каждый из наших детей из нас сделает страну умнее, красивее, достойнее, мне кажется, мы сможем четко сказать, в России стоит учиться, в России стоит получать образование. Я надеюсь, со мной согласятся мои гости. Ирина Селдна-Банкина, директор Института развития образования Высшей школы экономики, Иван Иванович Засурский, заведующий кафедр новых медиа и теорий коммуникации, факультет журналистики МГУ. Спасибо. С вами был я, Игорь Барстас. До встречи в эфире.